Я знаю, что ты очень начал рано увлекаться технологиями. Я увлекся робототехникой. Эта игра, вот ты на ней заработал немного? Я просто ее украл у них и загрузил на Facebook. И за месяц первые пару тысяч долларов заработал. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим об IT. И сегодня на моем канале гость. Который приехал из Швейцарии сейчас, а вообще из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга, до этого из Белгорода. Да, ну, в общем-то, из России. Сегодня мы поговорим о том, как молодому парню... Тебе 20 лет, правильно? 20, да. 20 лет зарабатывать много денег при помощи твоих мозгов, при помощи IT, смекалки и прочих вещей. Ну и, конечно же, поговорим о твоем взгляде на IT, на тренды, на то, чем ты занимаешься, чем учишься. В общем, будет много всего интересного. Тебе 20 лет, да? Ты уже, так, в принципе, лет 5, можно сказать, вот в теме, если не больше. Как ты относишься к высшему образованию? Высшее образование — это субъективная штука. Если вы и так знаете, чем вы хотите заниматься и как в этой сфере развиваться, то оно нужно. Если вы пока еще не поняли, куда нужно двигаться, то, возможно, стоит сходить в университет, получить какую-то базу и оттуда уже отталкиваться. Ну, ты сам получаешь высшее образование или нет? Да, я пока еще учусь в университете. Но у меня была такая история, я решил, поступлю, не поступлю. Если поступлю, то буду учиться, не поступлю, не буду учиться, буду там своими проектами заниматься. При том, что я вообще не готовился к ЕГЭ, ну, каждому предмету готовился там дня за три до самого экзамена, потому что я параллельно с этим как раз и писал эту игру для Blackstar. Все равно я сдал более-менее, неплохо поступил в Санкт-Петербург, в ИТМО. Да, ну, это неплохо, неплохой результат, мне кажется. Но, да, ты сейчас учишься, но ты сейчас приехал из Швейцарии. Да. Что ты делал там? В Швейцарии я учился по обмену. У нас в ИТМО есть отдел международный, и там есть программы по обмену. Я поехал в Швейцарию, в ИПФЛ, один из лучших технических университетов в Европе. Хорошо, здорово. Один из лучших университетов технических в России, возможно, даже лучший, и один из лучших университетов Европы. Я предлагаю сравнить. Понятное дело, что здесь какая-то короткая программа по обмену, или полгода ты находился там, да? Да, полгода. Полгода, ну, в принципе, достаточно времени, чтобы понять как-то и все это. Я предлагаю тебе сравнить образование в России и образование в Швейцарии. Какие есть отличия в европейском и российском подходе к образованию? Ну, самое главное отличие, наверное, это то, что в России тебе сразу выдают список предметов, на которые ты должен будешь ходить в последующие 4-5-6 лет, а в Европе ты сам выбираешь те курсы, которые тебе были интересны. И я там выбрал такие курсы, как Virtual и Augmented Reality, которых, в принципе, я в России не видел. Как раз взял курс для развития по мобильным приложениям, взял курс по машин-леунингу. Ну, вот складывается впечатление, что, получается, программа, да, она ближе все-таки к реальности, ну, к тому, что сейчас актуально. Есть в индустрии, да, на самом деле так. А что касается общения там с профессорами, как оно строится в России и как здесь? Как, в смысле, в Швейцарии здесь, здесь ты не учишься, не знаешь. Да. Ну, не знаю, на самом деле профессора в Швейцарии, они гораздо ближе к индустрии, у многих из них есть свои компании, и к ним можно в любой момент подойти и предложить сделать что-то вместе и там закинуть идею для стартапа или еще что-то в этом роде. В России у меня не было такого опыта, в этом, по крайней мере. Они действительно очень близки к индустрии, там, один из преподавателей у меня был, это единственный швейцарец, который побывал в космосе. Он у меня вел, да. Правда, да? Да, Space Missions. Расскажи подробнее об этом курсе. Просто ты такой малоразговорчивый, давай расскажи подробнее, что вы изучали на этом курсе. На этом курсе нам в общих частях рассказывали, как делаются космические миссии, какие бывают там виды космических кораблей, как их выводят на орбиту и тому подобное. То есть это было с точки зрения технологий, да? Да, про технологии, но не особо в них углубляюсь, без там сложных физических формул. Это ты сам выбрал этот предмет? Да. Есть же наверняка какой-то набор предметов, которые обязательны. Да, есть обязательный набор предметов, но так как я был exchange студент, мне можно было брать любые, из любых факультетов и направлений. Хорошо, возвращаясь все-таки к твоим приложениям, ну, очень косвенно. Ты часто вот выбирал приложения языковые, ну, то есть, чтобы учить людей языку. Как вообще у тебя происходил процесс обучения английскому языку? Для многих моих подписчиков это очень актуальная тема сейчас. Расскажи, вот, что тебе больше всего помогало, вот, когда ты чувствовал больше всего прогресс в изучении языка, тем более, что ты говоришь по-английски, по-немецки. Чуть-чуть. Да, и по-испански, ну, тоже чуть-чуть, как минимум. Ну, по крайней мере, у тебя есть опыт такой вот. Что для тебя более действенное было? Ну, у меня были очень дальновидные родители, они меня сразу отдали в языковую школу. Мы с первого класса каждый день учили английский по одному часу. Следующий сильный хороший буст по изучению языка был, когда меня вместе с моей школой отправили в... Первый год это был Лондон на месяц, как раз на языковую проглораму, где мы учили там по 5-6 часов в день язык, и через год в Нью-Йорк. То есть это среда. Больше всего прогрессирует язык, когда находишься в среде. Да, интенсивно. Ну, очевидно. Ну, просто мы лишний раз это подтвердили. Хорошо. И мои приложения по изучению языка тоже очень действенные. И моя школа по языку тоже не забываю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Вот по поводу высшего образования. Мы с тобой так поговорили, да? Но помимо того, что вот чему-то от тебя учат в университете, в ИТМО или вот сейчас в Швейцарии, наверняка ты чем-то интересуешься вне этого, да? Да. Расскажи, во-первых, какими ресурсами ты пользуешься, во-вторых, какие технологии ты изучаешь? Ну, вот сейчас у меня был курс как раз по виртуальной дополненной реальности. Это был достаточно интересный опыт. Мы делали проект, это бокс виртуальной реальности. Я с моей группой, мы за неделю сделали действительно мультиплеерную игру, мультиплеерный бокс. А так, в принципе, я использую сайты, группы, например, Вести.нет, которые рассказывают про технологии VC.ru, T-Journal. Просто слежу за рынком. Но конкретно глубоко ни во что не погружаюсь. Вот ты сейчас сказал, что ты сейчас изучаешь. Ну, а вот чувствуешь ли ты, допустим, в перспективе, что будет в тренде и вот что ты будешь изучать? Мне все так же интересен hardware. Нравится электроника, электротехника, робототехника. Нравится система умных домов. Но пока я не вижу, как можно было бы это коммерчески реализовать на данный момент. Возможно, в будущем займусь. То есть это, скорее всего, какие-то роботы и прочее, прочее, да? Да. Представь, что ты сейчас вот видишь себя 10 лет спустя с этого момента. Кем ты себя видишь? Мне хотелось все так же бы иметь компанию, которая занималась мобильными приложениями, делать что-то уже более масштабное, возможно, стартапы, которыми бы пользовалось действительно много человек. И двигаться в сфере hardware, делать какие-то девайсы, возможно, медицинские, возможно, для умного дома или роботов. А есть ли у тебя сейчас такие профессиональные ориентиры, бизнес-ориентиры? Может быть, ты можешь назвать даже какое-то конкретное имя? Я надеюсь, это не Илон Маска. Ну, как у всех, наверное, на линии Илон Маск на первом месте. Ну, может, ты знаешь, что какие-то имена? Ну, я думаю, как у всех, Билл Гейтс, Стив Джобс и так далее. Да. Джефф Безос. Да. Ну, понятно. Ничего особенного. Ничего особенного. Да. Ну, надеюсь, что когда-нибудь ты станешь для кого-то примером таким же. Спасибо. Павел Дуров еще. Да, Павел Дуров. Да, действительно. Спасибо тебе за то, что ты поделился такой открытой информацией о своих заработках. Это здорово. Но вот расскажи о себе вот с точки зрения не профессионала, да, а вот обычного парня 20-летнего. Какие у тебя увлечения? Чем ты занимаешься? Я знаю, что у тебя есть YouTube-канал начинающий. Да. Расскажи о нем и вообще для чего он тебе. Я там рассказываю ребятам про предпринимательство. Я показываю различные ниши, потому что мне интересны не только технологии, но и предпринимательство в целом, то, на чем можно заработать. Сейчас вот приехал в США, смотрю, что есть на местном рынке, чего пока еще нет в России. Возможно, что-то можно привезти отсюда. Я об этом всем рассказываю на канале. Также обычные там мужские увлечения, машины. Да, крутые тачки там, конечно. Да. Но ты просто пока такой, ну, типа альтруизм, альтруизм, то есть тебе хочется просто поделиться, да, своими какими-то мыслями, или у тебя есть какие-то идеи, как ты это будешь монетизировать? На канале? Да. Ну, скорее пока, в принципе, для развития предпринимательства, потому что я вот пожил в Европе, побывал в Америке, и здесь люди живут гораздо лучше, чем в России. Если бы в России был такой же уровень жизни, мне было бы приятнее. А если бы тебе завтра там, не знаю, появилась волшебная палочка, и ты мог бы сюда беспрепятственно переехать? Я думаю, и так у тебя достаточно много возможностей, если бы ты захотел. Ты бы переехал в Америку жить для того, чтобы не заниматься бизнесом? Ну, я пока хочу попробовать везде пожить. У меня остался еще один год в университете, я доучусь, и потом, наверное, попробую пожить по полгода, по угоду в разных странах, в том числе в Америке. В Америке, в Европе, в Азии, везде. Интересно. А в азиатские страны это что? В Сингапур? Сингапур, Гонконг, в Японии, в Токио можно тоже попробовать. Мне нравятся мегаполисы. В целом там энергетика благоприятственная. В Швейцарии для меня было первые пару месяцев, мне было классно. Я смотрел на горы, на озеро, дышал этим воздухом, но потом мне стало скучно. Скучновато, да. Но я надеюсь, что мы это все увидим на твоем канале. Да, там уже это есть. Ссылку ищите в описании к этому видео. Проходите, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки, не забывайте, да. И будем наблюдать за твоим прогрессом в путешествиях и в бизнесе, в личном развитии. Чем кроме блогинга и IT ты увлекаешься? Спорт, что-то еще? Ну, я увлекаюсь спортом, да. Занимаюсь боксом, кикбоксингом, тайским боксом. Катаюсь на машинах, люблю там подрифтить, бублики покрутить. Да, в Швейцарии меня, мое увлечение не разделили, мне выписали кучу штрафов. Ничего себе? Да. Да. Я проехал всю Европу на машине, больше 20 тысяч километров, наверное. То есть, ну, сейчас ты полностью сам себя обеспечиваешь. Ну, очевидно, да. Очень много мне пишут ребята, которым сейчас там 16-15 лет, они у меня часто просят там совета, как им дальше, куда в университет поступать или не поступать, вообще как им заходить в IT и прочее. Что ты можешь сказать вот этим ребятам, которые чуть помладше тебя, по сути, но ты уже имеешь такой огромный опыт. Что ты им можешь посоветовать? Я могу, наверное, посоветовать им прислушиваться к себе, если у них уже есть конкретные интересы, конкретные увлечения и то, чем бы они хотели заниматься и в какой сфере развиваться. Возможно, особо и нет смысла идти в российский университет. Есть смысл попробовать самим поучиться, возможно, в интернете найти какие-то курсы, возможно, пойти уже на практику в компании поработать. Ну, а ты планируешь расширять свою команду в будущем? Да, планирую, буду набирать новых ребят. Да, еще раз обращаюсь к вам. Держите тогда, ну, как сказать, на карандаше канал Сергея. Наблюдайте, потому что, кто знает, возможно, вы когда-нибудь закажетесь в его команде. Спасибо за то, что поделился своей историей, за то, что вообще, собственно, написал мне, когда проезжал мимо здесь. Ну, и я надеюсь, что твоя история вдохновит много ребят, и что у тебя все получится, и действительно многие будут называть твое имя как свой профессиональный ориентир. Спасибо большое. Тебе тоже успехов. Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Встречаемся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...